Названные условия победы России над НАТО и Японией оружие, наука и техника. Полночь 14, 20 февраля 2019 года названные условия победы России над НАТО и Японией. Фото, Павел Львов, РИА Новости. ВВС России способны противостоять ВВС США, их партнерам по НАТО и Японии лишь в условиях локальной войны, ведущейся, в частности, в третьей стране, обеззавоевание превосходства в воздухе успех наземных и морских операций невозможен, пишет в военно-промышленном курьере заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Раран, по информационной политике, доктор военных наук Константин Севков. В условиях локальной войны, полагает эксперт, потенциальные противники могут создать группировку численностью 2000-2500 годы самолетов, 1100-1300 годы боевых, 1200-1500 годы вертолетов и 500-600 беспилотных летательных аппаратов, БПЛа, а также применить в ходе боевых действий 1500-2000 годы крылатых ракет. Эти силы, вероятнее всего, будут задействованы в воздушной кампании продолжительностью от 2-3 недель до 2 месяцев и более. С проведением нескольких ВНО, воздушная наступательная операция примечания ленты.ру, при этом первая из них ключевая. Ее срыв с нанесением существенных потерь авиационной группировки, скорее всего, заставят противника отказаться от эскалации конфликта, полагает заместитель президента Раран. Учитывая опыт прошедших войн, доктор военных наук предполагает, что типовая ВНО будет длиться от 3 до 5 дней и включать 5-9 массированных авиационно-ракетных ударов, каждый из которых предполагает эшелон прорыва противовоздушной обороны, ПВО, 20-45% от общего числа самолетов, ударный, 45-70%, и до разведки, до 10%. Количество крылатых ракет воздушного и наземного базирования у потенциального противника Севков оценивает в 40-50% от общего числа самолетов. Еще 30-40% дадут БПЛА и столько же ложные цели. Эти силы используются главным образом для подавления системы ПВО и минимизации потерь пилотируемой авиации, пишет специалист. Анатолий Зайцев заявил, что военные возможности Японии на Дальнем Востоке явно превосходят российские. В декабре 2018 года замодиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Невши Дмитрий Суслов назвал три повода для возможного непреднамеренного военного столкновения США и России в ближайшие несколько лет. Поделитесь своей историей. Редакция ищет очевидцев и участников афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина «Первый правдивый взгляд» в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю. Моя история. 20 тысяч. Меня зовут. Мой телефон или имейл. Мой город не удалось отправить. Попробуйте повторить позже, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.